Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало ФФА-сериала в шестой цивилизации. Опять полюбившиеся вам архипелаги. Партия на восьмерых, но карта сама на шестерых, специально чтобы было потеснее. В этот раз попробовали играть на меньшем уровне моря, но, честно вам скажу, по-моему, в шестой цивилизации эта функция сломана. Особо не влияет на уровень моря, на количество земли, так что вот так. Мне выпали ацтеки, какие нации у соперников вы видите в процессе моего вот этого говорения. Сейчас играем без особых запретов, правда, опять же, нельзя пантеон-бог-кузницы принимать, потому что на морских картах тот, кто примет этот пантеон, он будет строить морские юниты очень быстро, и в ранних эрах это слишком большой бонус. Ну и без складывания силы адмиралов. Все остальное разрешено. Напоминаю вам воздержаться от спойлеров и от оскорблений участников. Приятного просмотра. Отмечаетесь в чатике. Что вы, типа, загрузились? Так, ну что. По-моему, опять очень неплохое место. Вот тундра только, вот, три клетки лишние. А так, в принципе... Да, но, похоже... Будет ли у меня еще место для других городов? Вот в чем вопрос. В моем случае, мне кажется, идти никуда не надо. Подождите, а я... У реки ли я? Вообще, мне вот рекомендуют на один из камней поставить. И, наверное, я... А мир стандартный или новый был? Стандартный. Тут немного холмов будет, да, имею в виду. Я бы сказал, их тут не будет. В моем случае. Нет, раз парочку бывает обычно. Вы знаете, если я могу поставить на реке, то у меня будет жилье. И, наверное... А тут человек в тундре. Имеет смысл поставить как раз вот здесь. Чтобы столицу не могли захватить с моря вообще, в принципе. Это неплохое место. Вопрос, стоит ли мне строить разведчиков? Потому что, я смотрю, как-то территория не очень. Самая странная карта, то что гора есть, а холмов рядом нет. Холмов нет вообще. У меня вон тут много холмов. Четыре штуки. Не, ну какие-то холмы будут. Так. Но не встали. Я думаю, строителями сразу строителя. По идее, животноводство, горное дело. Так, что у меня? У меня три клетки обработать будет. Раз, два, три. Вообще, желательно еще орошение бы открыть. Потому что это ничего счастья не дает из этого. Ну, в любом случае, знаете что, начну с горного дела. Как раз пять ходов. Пять ходов строительства. Да. Начну все-таки со строителя. Начну со строителя. Тут явно конец карты. Тут уже нет смысла ничего смотреть. Тут вот пойду, одна клетка, зачем мне сейчас скаут? Да? Да. Надо быстрее три клетки обработать. Получу ускорение для мастерства. Еще желательно, конечно, в судостроение быстрее выходить. А, видите, город на побережье я пока не... Ну, класс. Сразу варвары у меня тут. Но вообще, место для второго города уже есть. Как минимум. Ну, вот эта карта, конечно, посложнее будет, мне так кажется, чем то, что у меня уже было. Раз, два, три. Надо будет на этом перешейке ставить город. Прямо на перешейке. Так, ну, наверное, сразу надо поставить в очередь животноводство открывать. Потом гончарное дело, потому что орошение в любом случае надо. Хотя можно будет орошение пшеницы ускорить. Так, давайте-ка я тут в защиту встану. Пускай они на меня нападают. Вопрос. Есть ли еще вообще территория для городов? Ну, тут хорошее место для города. Тут еще такие проплывы будут. Я смогу эти проплывы контролировать, а сам во все стороны плавать. Надо будет подумать. Ну, пока, конечно, для столицы вот тут неплохое. Так, давайте я, пожалуй, возьму... О, Ранняя Империя. Кстати, это хорошее ускорение, потому что довести до шести, возможно, не получится. Так, что это значит, вститлан обрабатывать? Давайте этот камень. Я сначала его обработаю. Знаете, я буду копить денежки на покупку рабочих в будущем. Я буду рабочих покупать. Надо подумать, наверное, все значит, Светлане надо будет построить монумент, а потом начинать строить поселенца сразу. Да. Нет, пока давайте постою до конца, вылечусь. Так-то у меня бонус, конечно, против варварского копья. Но лучше сначала полечиться. Чтобы с максимумом уже атаковать. 38-34. Ну, в принципе, я получу повышение следующим ходом, так что нормально. Так, что теперь? Животноводство три хода, поэтому давайте этот камешек обработаем. Как раз два хода, и потом пойду лошадку обрабатывать, когда она откроется. Так, что возьму? Ну, против варваров. И, наверное, все-таки на Веру, потому что надо взять пантеон на камень. Все-таки три камня, нормально Вера будет идти. Так, берем повышение. И здесь мастерство начинаем обрабатывать. Потому что я сейчас обработаю три клетки, и как раз мастерство откроется. Ну, вроде на других пантеонах не видно, что стоит брать. Отлично. О, есть еще место. Слушайте, так это вот мой континент. А я думал, надо будет открывать судостроение. Нет, отлично. Значит, вот тут город ставится. Давайте помечать сразу. Раз, два, три. И, например, вот здесь где-нибудь. Ну, надо еще посмотреть. Тут надо, конечно, плотничком ставить города. На такой карте. Проблема, что вот тут сейчас могут начать появляться варвары, пока эта территория не засвечена. Это будет очень неудобно, конечно. Зато не будут мешать сюда расселяться. Так, же вот наводство открою. Надо будет начинать. Да, гончарное дело. Скаут от меня убился. Ну, еще пшеничка. Отлично. Все просто замечательно. Так, поселенцы начинаем строить. Очень мне пока все нравится. Конечно, вообще в этот... Вообще странно. Я поставил низкий уровень моря, но по сравнению с прошлыми играми, где был стандартный уровень, то есть по идее моря было больше как раз, у меня в этот раз как-то земли... Ну, моя земля очень узкая какая-то. У меня много земли. Только на снег. Немало. Обрабатывай лед. Ешь? Да, я из той игры. Я на острове вообще. У меня очень-очень маленький остров. В смысле, так все на острове? Не, ну... У меня какая-то длинная-длинная перешейка, длинная в две клетки. Вот у меня тоже примерно такая же. Иногда переходящая в одну клетку. Да, сейчас мы встретимся. У меня тоже самое. Так, ну, производство у меня есть. Это самое радостное в этой ситуации пока. Мне советовали, типа, сразу ставить отметки для районов. Типа, вот, например, в данном случае очень неплохо район производственным будет здесь. Но он тогда не на все города, мне кажется, будет влиять. Так, ничего пока менять не буду. Еще, в принципе, я могу купить уже рабочего, да? 105 он стоит. Ну, мне кажется, нету смысла. Он тут ничего не обработает. Мне кажется, его надо будет покупать уже в этом городе и сразу обрабатывать пшеницу, чтобы ускорить орошение, чтобы можно было хлопок обработать. Так, ну, международную торговлю. Надо открыть. Вряд ли я новый континент, конечно, найду сейчас. Два, три. Ну, пока выглядит, что здесь надо город ставить все-таки. Пока. Так-то надо исследовать. Твой клей должен чувствовать себя счастливым в хорошем поте. Вообще, было бы неплохо вот на этом перешейке, либо тут, либо тут еще поставить. Ну, вообще, интересная территория у меня. Интересная. Так, давайте начнем мореходство открывать. Три хода мореходства, потом орошение переключимся. Ну, в принципе, ситуация интересная. Вот чем мне нравится архипелагия, что тут надо очень хорошенько все-таки думать, как города ставить, и вот эта территория заставляет тебя лучше относиться к размещению городов. Так, давайте все-таки, наверное, амбар построим. Я знаю, что лимит жилья еще большой, но... Блин, для прачников. Это лучше прачников. В любом случае нам понадобится три стреляющих юнита, чтобы там получать всякие... О, отлично. Континент нашел другой. Это просто здорово. Так, а кто на континенте океания? Есть такие люди? Да. Вообще, у меня континент... Мне тоже там. Но это могут быть как бы разделены водой с храмом. Ну, так они разделены водой. Это the positive aspect of trade, I suppose. У меня так дебильно называется континент, почему-то. Я такого названия еще никогда не видел. Ну? Именно. Что за континент? Му. Так, золото. Производство морских храмов. А, пока рано, все хорошо будет. Да нет, как-то нет. А почему у поселенца обзор дальше? Что-то непонятно. Так, раннюю империю. Открываем. Так, кстати, поселенца я могу купить. Не, ну, надо купить рабочего. Поселенец 200. Надо купить рабочего все-таки. В данном случае. Ну, кстати, и прачник еще поможет вот эту территорию засвечивать, чтобы тут варвары не появлялись. Блин, а они тут появились. Ну, нормально вообще? Так. Я пока не хочу. Давайте орошение подольше. Пооткрываем. Ну, я сейчас все три ремы не собираюсь строить. Так, здесь куплю строителя. Давайте, наверное, еще одного прачника, а потом начну поселенца строить. А здесь... Блин, все так долго. Давайте тогда лучше торговца. В этом городе. Надо как-то... Ну, вот, мне кажется, вот это вот все. Это уже будет вся земля мне доступная. Исходя из этого, надо будет очень плотненько города расставить. Вообще, еще вот тут, конечно, город можно поставить. Ну, мне кажется, оно того не стоит. Так. Ускорим орошение. Отлично. Два хода. Чтоб счастье получить. Да, знаете, в чем проблема? У меня только один ресурс роскоши. В таком случае, я пока вы только один вижу. Хлопок и все. Что, конечно, не очень хорошо. Так, тут растем. Блин, ну, тут... Вот тут город не вмещается, если я тут или тут собираюсь ставить. А мне бы... А, слушай, а я тут могу... Нет. Все равно... Как-то все не очень. Пожалуй, туда пойду. Так, орошение сейчас будет открыто. Сначала тут хлопок обработаю. А потом, наверное, камень обработаю. И вообще, можно было бы и Стоунхенш построить. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии ConsulWar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Леша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, ConsulWar.ru. Интересное место. Ну, городов пять тут поставить можно. В принципе, это очень неплохо для начала. Еще вот минус в том, что я не поставил столицу на берегу. Это то, что мне не получится быстро галеры построить. Потому что в следующих городах все-таки производство-то поменьше. Многие живы без любви. Не один без вода. Это было милые, как воздух, который поднялся романским импиром. С воздухом, их дворцы были закрыты. Не могу пока ускорить. Я бы хотел все-таки принять Пантеон. Следующим ходом будет Пантеон, да? Четыре хода, блин. Ну, придется военную традицию открывать. Три хода. Чтобы поменять карточки. Шичикалька. Уже недостаток жилья. Возможно, стоило вначале амбар строить. Ну, я начну с Примерно, все-таки амбарно-то было. Но он там так как-то долго строится. Это не так, что жизнь уверена, что жизнь не достоинственна для меня. Но жизнь в том, что это лучше. 11 эти мирно амбар ну не будет сейчас не будут сейчас караваны так сильно важны я полностью исследуете территории пока у меня нету поселенцы надо думать куда ставить юниты куда ставить города чё-то все молчат никто никого не нашел если честно и место вообще как раз чересчур у него территория только на два города как бы то же самое даже 3 поставить не у меня вообще только на один город до того как я могу поселенцев отправить куда-то да ладно уже кто-то взял пантеон на камень что ли это я ребят ну вы просто офигевшие лучше скажите где вы откуда вы их взяли карточку поставили откуда нет у меня блины что брать теперь да как-то неудачно меняем поставим плюс 100 к производству морских юнитов тут плюс 50 к производству поселенцев меня слышно да 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 как он тут к полечится там я прачником так ускорим стрельбу из лука обработку бронзы потому что трех варваров убили так надо трудовую повинность и политическую философию открывать тут не особо выбор есть тут руинки но это чей-то полуостров явно надо бы конечно уже выходить что-то уже вообще все пути нормально это забрали да я тоже в шоке народ так ринулся прямо что что вы уже играете ты всего лишь на час опоздал блин я же написал во сколько начало а комменты читать слабо как я запутал свое место задал вопрос стиме кому-то написал где ты написал кто-нибудь видел от него комментарий нет был у него комментарий нам потом удалился я думал что в шесть часов посмотрел теме творить начинаем шесть часов смотрю парни совпадает ну так мы в шесть и начали убьют убьют этого прачника тогда наверное кто-то нашел просто молчит как партизан тут игроков никто не нашел а вы про чудеса чудеса есть но они не очень алло я по ходу кого-то сейчас найду ну чё-то не очень четко пока галеркой найдешь ну конечно чем еще мало и там могут быть на одном архипелаге люди ну по ходу тут настройка низкий уровень моря не работает мне так кажется это очень узкие и зверистые я в снегах у меня очень много снегов он просто тундры больше добавил меня нашел и значит да здорово ганди так ну что надо будет тут пока постоять чтобы не появлялись больше лагеря ворот ворота не есть мне они все будут где-то на островах я сколько не играл на архипелагах мне ни разу на моем устроене были ни одной грешки никогда а 3 грешки тут найти до этого до политической философии вообще по-моему нереально хотя связется с галерами то почему нет пускай в этом тут пока стоит этот нас засвечивает эту территорию а вот индус где плавает блин так хочется на перешейка вот это на одном из трех поставить ну давайте размышлять если оставлю город здесь то здесь я уже не смогу поставить я максимум здесь смогу или даже вот здесь надо ставить тогда я смогу тут поставить город тут ну и тут получается что пять городов ну они в принципе зато нормальные города о граната кстати тут сейчас может попробовать галерами атаковать шичеволька надо бы мне пойти у тебя лишь хотя бы есть куда оселиться ну что то есть да все собственно больше нигде не могу так мне нужно гавань я могу покупать индус а у тебя какие-нибудь ресурсы на обмен есть пока нет будет что кофе может позже ну как бы надо мне чего брон на сплавать поздравить город так что воин оближайся к так давайте я куплю уже рабочего чтоб сразу железо тут обработать больше источников железа нету да дождь она я чем в в в в в в в в нашел россия мир и все индусы нашли то есть индусы у нас по ходу центр мира у меня джунгли так что я точно на экваторе нахожусь и по-любому вот если тут ставлю как его производственный район то он будет влиять рука на эти два города вот эта грешка справа от тебя получается на твои сливки поставлю то 1 2 3 4 5 на три города не бывает не ну как бы у меня проходы не в ней только плыть да там можно на клетку просто встать и вынесет границу так на индус вроде нападать не собирается что он конечно там блин какой что он конечно надо строить поселов 45 а тут напомните когда юниты юн юнитов плач отправляешь только со своей территории территории можно или суббой чтобы юниты вплавь отправить и надо судостроение открыть нет но это понятно вот после открытия по-моему с любой ну имеется ввиду ты спрашиваешь в момент открытия чтобы он не был на своей территории да он начинает уметь сразу плавать походу индус вроде не собирается нападать поэтому пока постоим а всякие спутники можно строить можно можно ребят здрасте у вас фуко да сорян от одного события уже мало похоже шестерки на пятницу народ не может найти место но тут реально интересно так давайте письменность откроем шичикалька торговец три хода но я чувак галеру построю в те училок они пожалуй амбар пока не буду менять так этот у нас сколько 7 ходов а сюда тоже 7 вообще тут место получше наверно этого мы сюда отправим уже кто-то стоун хэндж а стоун хэндж кто построил я зачем тебе стоун хэндж как у меня каменные кромлихи и стоун хэндж уже там четыре религии основано четыре религии основано вот что разрешение на пантеон делаю на верование делает а о индус взял плюс 10 в пределах дружественных городов индус да а индуизм сорян тогда не знаю кто это я сказал что это индия а что-то плюс 10 к нападению никто не берет ну на архипелагах я думаю это очень сложно распространить это надо чтобы очень близко стоит не на самом деле просто палец не надо этого делать ты можешь потом укрепить и не забрать если надо ты сразу возьмешь ты уже никуда и не распространишь так двенера тут засвечивать на всякий случай как минимум тут встать можно чтобы блин я не построил то есть я встал свой рабочим и ушел ой я молодец какой америка здорово здорово я никакой не молодец а дебил мне вот интересно от колосса какого торговца дает текущего обычного который дороги прокладывает это не вене великого человеку он дает а представь на выбор тебе великого торговца ага вначале сразу на плюс 1 не ну кстати возможность выбрать одного из трех не так плохая но только должно соответствовать своей эпохе а когда-нибудь наверняка что-нибудь подобное ведут а кто лиссабон нашел русский ты откуда в лиссабон в какую сторону а что вообще граната дает ваше строительство могу свечерка сары ну кстати а какие там города государства то есть на карте но я пока до военных только вижу я нашел один научный и один религиозный значит два военных научный и религиозный лиссабон это как я понимаю торговый то есть это мы уже пять городов обсудили главное чтобы оклин да ни у кого не было оклин случайно никто не нашел и сидит там тихонечко мучит что отправлять обратно железо обрабатывать блин как я так вот американец затупил купить у меня раньше не получится это россиянин мне хочется дружбу заключить у меня получилось какие-то пути плавать а ты далеко сам отсюда ну вот видишь у меня как бы поселение смотрит ну куда я в какую сторону ты хочешь сидеть у тебя место есть вообще ну вот мне просто как бы проплыть нужно ну ты видишь где у меня посел я понял тебя давай заключим только я вообще собирался вот сверху на кофе город подкрут куда слишком близко к тебе будет ну да это как близковато ко мне ну ты должна это сделать ну как бы сейчас заключается да 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 сейчас заключаем на 15 ходов пишите название страны и ход окончания включительно что-то природа я фиг открою конечно блин два морских ресурсы надо обработать еще вот что я не делаю а надо бы ну вот у меня тут рыба есть и пока все кстати неожиданно ну вот сейчас я этим приду у меня тут два заряда да железо и рыбу обработаю а потом в каком-нибудь новом городе ну или вот здесь примерно крабов обработаю тогда слушайте а тут можно город ставить потому что тут явно ну вот это чей-то архипелаг тут кто-то живет но он не сможет сюда город поставить что ему преслов будет мешать то есть ему это неудобно просто будет поселенцы встретили идите проплывай быстрее у нас обход будет как раз ну ну они же захватить не могут они просто могут только атаковать и то там кстати по-моему не очень много будет урона на море на море он что галеры не может доходить поселенцы нет и рабочего не может и поселенцы не может вообще на море грубо говоря ничего не захватывается какая-то мощь какая-то мощь на море уже уплыли не могу посмотреть русский ты видишь посева можешь галеры навести посмотреть на охотку ну вот отожми ход и наведи посмотри что-то не показывай интересно все-таки наверно можно захватить нет а попробуй объяви войну захвати у нас дружба груди не не так этим давайте в эту сторону поплывем так наверное надо еще одну галеру задание преслова знаете я наверное этот караван вот первый отправлю в гранату все-таки плюс 2 к производству юнитов что там что там очень неплохой бонус для столицы что-то океане какой-то очень большой континент у кого у меня но он не маленький да а как бы никого больше на океане нет получается или кто-то есть на океане кроме индуса вот это индус интересуется русский на океане ну ты там сверху да получается а ну ты в тундре да наверно появился там выше да ну я получается я вот сверху и слева от тебя у нас еще какой-то вот сверху прямо от тебя ты никого там не встретил там никто не живет по этому острову я не знаю а ну вот не знаю по моему никого не правее где то американец вот сейчас этот остров над тобой я пытаюсь сверху оплыть это такое чувство что олигархию возьмем либо там не нашли кого нет там нет никого там реально здоровый материк просто никому нет не принадлежащий ну ты себя не был горами отделен блин тут пусть пусть уже на ночь индустрианта должен быть проход там где скотт там не пройти слева вообще реально один город просто некуда их ставить пока не откроешь так вот у меня в той игре такая семья почти была только там два города можно было поставить но один но всех в тундре и вальдах два города я в итоге поставил и без тундры только три клетки было это сурово конечно ну тут хотя бы еще люци есть хотя у тебя хоть столица как вы думаете я не могу торговые ну караван торговый отправить через море потому что у меня судостроение не открыто или еще какие-нибудь варианты вроде да не у тебя поставил пути нет а я вот этим не уже не развивать сейчас судостроение открыто появилась появилась что устроение тут четыре клетки всего расстояние заложу дорогу вот так почему нет так это кто американец что ли так 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 амбар тут построен город будет расти пока ну наверное кампус уже можно давайте монумент эти пока монумент также нам для гавани тут два морских ресурсов так у меня скоро смогу купить тут рабочего и лифте у тебя хуакани наверно тоже а тут хорошее место для города ну там не особо она будет подвергаться опасности как мне кажется ну тут еще у кого-то места есть а здесь все равно промышленная зона развлекательный комплекс распространяется еще на три клетки вот если тут ставлю ту раз два три 4 5 6 да слушайте это это очень важно тогда этот промышленный комплекс будет на все города работать торонто мне очень нужен вызов вдохновение для оборонительной тактики станете целью объявления войны блин не очень арчи дзинь дзинь мистисизм и за мистейка ван акцидентал энд индивидуальный символ фаре юниверсал да слушайте я вас обманул захватывают морские юниты у меня варвар только что захватили блин это не в тему это очень не в травах а я такой уверенный был так морских юнитов давайте наверное это уберем и здесь золото от всех торговых путей поставим пожалуй давайте попробуем отбить блин надо было сначала посла отправить и потом поменять поменять карточку вот это потом уже принимать правительство сейчас уже не получится блин давайте драму и поэзию я строю чудеса потому что у меня несколько бонусов на стрессу и поверхами а пантеон плюс 15 плюс 15 производства до древнего и античности а во вторых карточка плюс 15 процентов так что все надо ну и для районов мне рабочие нужны чтобы их ускорять сразу слушайте ацтекские рабочие прям все свои три заряда могут потратить на район да но я бы тебе не советовал это делать проплыть нельзя что ли почему но это актуально на космопорт то есть начале вообще вы не считаете не стоит тратить рабочих на которые хорошие и если у тебя есть войны ты захватываешь саму гэшки например тогда можно себя строить что построить потом района но нет ну хотя бы один заряд я не говорю то есть три я просто ладно три заряда 7 не выгодно паша 20 процентов это всего 60 процентов добавления ну да например там на один ход ускорить постройку 1 одним зарядом тем более этой карте архипелаги я думаю у нас тут клетки будет обработаны все очень быстро ну тут не так много клеток для обработки вообще в принципе а так вот они где все холмы где где тебя а вот эти два смотри у тебя это еще даже не 23 они еще равнинные но все это победа наверно будет переключить с навигации по звездами что-то краба будет обработать на этом пока все зайдите на сайт console war.ru и играйте в умные игры спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры а